6 августа в студии телеканала Универ ТВ состоялся прямой эфир по вопросам приемной кампании 2020 года в Казанском федеральном университете. Гостем студии стал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Во время прямой связи он ответил на вопросы, интересующие многих абитуриентов. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете подано 62 тысячи заявлений на все формы обучения. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было подано 70 тысяч заявлений. Дело в том, что один абитуриент может подать заявление на три направления. То есть эта цифра не отражает физических лиц, которые участвуют в конкурсе. Больше всего зрителей программы интересовали вопросы, касающиеся количества бюджетных мест в ВУЗе, а также сроках приказа о зачислениях. Послам ответственного секретаря 31 августа будут выложены последние данные о приказах на зачисление. Первый приказ у нас выйдет 22 августа. Это поступающим по особой квоте сироты, инвалиды, те, кто поступает без вступительных испытаний, есть такие категории граждан. И вот по ним приказ выйдет 22 числа. 24 августа выйдет первый бюджетный приказ, первая волна так называемая. Это 80% от лиц, участвующих в конкурсе на бюджет. 26 августа выйдет второй приказ на зачисление на бюджетную форму обучения, то есть оставшиеся 20%. И 31 августа это выйдет контрактный приказ. Важной темой разговора стало соглашение между КФУ и ПАО Сбербанк о льготных образовательных кредитах. Абитуриент, поступивший на первый курс, может взять кредит в банке на оплату своего обучения. Сроком кредита станет период обучения, а также 3 месяца на поиск работы и 10 лет на погашение всей суммы. 4 года срок обучения и само тело кредита будет погашаться, начинать погашаться. После окончания учебы 4 года пройдет, плюс 3 месяца ему дается на поиск работы. Таким образом студент не будет платить за учебу на протяжении всего времени обучения, а 5% от размера процентной ставки за первый год пользования образовательным кредитом возместит университет. Сбербанк и КФУ предоставляют образовательный кредит нашим абитуриентам и часть процентной ставки погашает КФУ за нашего абитуриента. По процентам следующая ситуация. Процентная ставка 13,01%, из них 4,51% платят госсубсидии, остается 8% из 8%, 5% в течение первого года погашает КФУ. Полную версию прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в записи на телеканале Универ ТВ 6 и 8 августа в 19.45 по московскому времени. Лев Диденко, Универ, Ньюс.